Якутский научный центр комплексных медицинских проблем Единственное в республике Саха-Якутия Учреждение академической медицинской науки федерального уровня Которое ведет научно-исследовательскую работу в самых приоритетных областях изучения функционирования организма человека в экстремальных условиях Севера За 20 лет научный центр внес значимый вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения республики Саха-Якутия Подготовил целую плеяду высококвалифицированных научных и медицинских кадров В этом году наш научный центр, федеральное государственное бюджетное научное учреждение Якутский научный центр комплексных медицинских проблем отметил свое 20-летие Наше учреждение было создано в 2001 году в соответствии с постановлением президиума Российской академии медицинских наук От 25 октября 2000 года за номером 202 в целях выполнения фундаментальных прикладных научных исследований Их координации, эффективного использования научного потенциала республики В интересах развития медицинской науки, практического здравоохранения, сохранения и укрепления здоровья населения нашей республики Основателем и первым директором нашего научного центра был доктор медицинских наук, профессор Квятый Сидорович Иванов И он в нашем центре сплотил коллектив из ведущих ученых республики в области медицины и биологии И им были налажены тесные связи с ведущими научно-исследовательскими институтами, научными организациями нашей страны, так и зарубежья И под его руководством впервые учеными нашего научного центра было начато изучение генетических основ наиболее распространенных заболеваний среди населения республики Тем самым было начато развитие медико-генетической службы республики Квятый Исидорович, он был многогранной личностью, он достиг высоких результатов как в спорте, так и в медицине, так и в науке И мы продолжаем его научное наследие, наш научный центр стабильно развивается в сфере медицинской науки Имеет высокие наукометрические показатели и открытие мирового уровня, включенные в международный каталог болезней АМИМ И на сегодня Якутский научный центр комплексных медицинских проблем является единственным в республике учреждением академической медицинской науки федерального уровня Нашим учредителем является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации За 20 лет наш научный центр внес значимый вклад в развитие как науки, так и практического здравоохранения Нашим центром подготовлена целая плеяда высококвалифицированных научных и медицинских кадров Сотрудниками нашего центра за эти годы защищено 14 докторских и 52 кандидатские диссертации, посвященные охране здоровья населения на севере И за последние три года наукометрические показатели нашего центра значительно выросли В том числе и по показателям публикационной активности наших сотрудников в высокорейтинговых зарубежных научных изданиях Также выросла и грантовая активность, и патентная активность Сотрудниками получено 7 российских патентов на изобретение, 7 свидетельств о регистрации баз данных Получено 4 новые медицинские технологии в области медицинской генетики И также сотрудниками выиграно 12 грантов РФФИ И неотъемлемой частью деятельности нашего учреждения является наша клиника Клиника – это структурное подразделение нашего центра, клиническая база И клиника нам помогает в выполнении государственного задания, реализации различных научных программ, интеграции, трансляции Достижения медицинской науки в практическое здравоохранение И наш центр тесно взаимодействует, сотрудничает с нашим министерством здравоохранения И было подготовлено и внедрено в работу три приказа по маршрутизации больных в нашу клинику Для оказания специализированной медицинской помощи по профилям неврологии и ревматологии На сегодня наша клиника в своем составе имеет общеклиническое отделение Дневной стационар по профилям терапии, ревматологии, неврологии, онкологии И многопрофильное терапевтическое отделение на 50 коек Это круглосуточный стационар и 30 неврологических коек И также нами было создано отделение реанимации и интенсивной терапии на три койки И с этого года в связи с вступлением в силу изменений в федеральный закон В обязательном медицинском страховании в Российской Федерации изменилось финансирование Теперь наша клиника финансируется в рамках базовой программы Из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования В части специализированной и в том числе высокотехнологичной медицинской помощи Поликлиника наша финансируется в рамках территориальной программы ОМС И с этого года в связи с изменением финансирования Уже часть дефицита бюджета не может покрываться за счет средств базовой программы Федерального фонда И в связи с острым дефицитом бюджета поликлиники в этом году С начала года было проведено ряд совещаний на уровне территориального фонда и Министерства здравоохранения республики И в апреле было принято коллегиальное решение о прикреплении населения нашей поликлиники К медицинским организациям республиканского здравоохранения Это решение, конечно, явилось вынужденным, но целесообразным в новых условиях В связи с изменением финансирования и в связи с острым дефицитом финансирования по территориальной программе И, конечно, все изменения направлены на эффективную реализацию федерального закона Об обязательном медицинском страховании Российской Федерации на укрепление материально-технической базы нашей клиники И в целом на развитие клиники и учреждения И Аквиат Исидорович, будучи ученым с большой буквы, он всегда понимал, что результаты научных исследований Должны быть опубликованы и доведены до научных сотрудников, до практикующих врачей И в 2003 году Аквиат Исидорович основал ежеквартальное научно-практическое издание нашего центра Это якутский медицинский журнал, который также мы продолжаем развивать И с 2018 года наш журнал входит в международную базу цитирования Web of Science Также он входит в перечень рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК России Для публикации результатов кандидатских диссертаций на соискании ученой степени Кандидата и доктора наук в области медицины и генетики В нашем журнале освещаются результаты исследований, клинические наблюдения авторов Не только из нашей республики, но и со всей страны и зарубежья Наш журнал развивается, он пользуется популярностью И мы в дальнейшем, конечно, также будем работать на повышение рейтинга нашего якутского медицинского журнала Научно-практическое издание Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Якутский медицинский журнал входит в перечень высшей аттестационной комиссии Российской Федерации И международную базу данных Web of Science Журналом мы начали заниматься в конце 2002 года, когда наш директор Алкивят Исидорович Иванов Поручил нам, мне и ученому секретарю, тогда кандидату медицинских наук, а впоследствии доктору медицинских наук Николаеву Валериану Порфеевичу начать выпускать научно-практический журнал Якутский медицинский журнал, так он у нас назывался Объявили среди наших научных сотрудников, стали собирать статьи, работать с ними В марте 2003 года первый номер журнала вышел в свет Очень горячо нас поздравил наш директор, который очень хорошо понимал необходимость для научной организации публикаций Он, кстати, надо сказать, что он хорошо себе представлял, как будет выглядеть журнал Пригласил художника Никифорова Владимира, он изготовил макет-обложки, макет-страницы И мы работаем по-прежнему вот с этим вот макетом Журнал наш начал набирать силу, появились статьи из других регионов В 2005 году у журнала появился свой сайт Мы стали выкладывать русскоязычную версию журнала А вот с 2010 года у журнала уже была и англоязычная версия Вначале мы работали редактор, верстальщик и ответственный секретарь Вот, как и упоминала я уже Николаев Валериан Парфеневич Профессиональный верстальщик Николашкина Антонина Николаевна Мы работали долгое время Потом у нас появился специалист по английскому языку Семенова Татьяна Федоровна И на сайт мы стали выкладывать уже англоязычную версию журнала В 2007 году журнал вошел в перечень изданий Рекомендуемых высшей аттестационной комиссии ВАГ Для публикации материалов кандидатских и докторских диссертаций То есть журнал был отмечен Был повышен его уровень, рейтинг И география журнала стала расширяться Сейчас это у нас печатается, публикуется Начиная от Дальнего Востока, Хабаровского края До Калининграда и южных районов страны И зарубежные авторы печатались из Японии, из Вьетнама Ближнего зарубежья, дальнего зарубежья В 2018 году журнал был включен в международную базу цитирования Web of Science Поток статей увеличился Сейчас журнал работает над тем, чтобы войти в международную базу Скопус Статьи проходят рецензирование Отбираются ряд коллегий под руководством главного редактора Доктора медицинских наук Романовой Анны Николаевны И заместителей главного редактора Докторов медицинских наук Поповой Татьяны Егоровной И Бурцевой Татьяны Егоровной Работаем по-прежнему два редактора Сейчас у нас редактор Сахаян Ивановна Кононова И верстальщик Мария Ивановна Санникова Я желаю нашему журналу жить долго, развиваться Расширять свою географию и поднимать, повышать свой уровень Недавно в рамках юбилейных мероприятий Научный центр выпустил библиографический указатель научных трудов Алкевиада Исидоровича Иванова и книгу-альбом «Алкевиад. История побед», а также учредил приз в статуэтку в виде руки хирурга со скальпелем для победителя у студенческой олимпиады по хирургии приуроченной юбилею первого директора Как вспоминали многие коллеги, друзья, родственники, Алкевиад Исидорович был многогранной личностью, достиг больших результатов в спорте, высшем образовании, медицинской науке и практике Он внес неоценимый вклад в развитие в Республике фундаментальной медицинской науки, медико-генетической и хирургической службы В научном центре сплотил коллектив из ведущих ученых республики в области медицины и биологии Под его руководством ученые научного центра впервые начали изучение генетических основ распространенных заболеваний среди населения республики Было налажено взаимодействие со многими ведущими научно-исследовательскими институтами, научными организациями как России, так и зарубежья С которыми центр продолжает тесное сотрудничество и налаживает новые научные связи И вот сегодня прошла презентация, на которой я услышала очень важное для себя Что за каждой фотографией своя история То есть просмотр вот этого альбома, он может быть очень долгим и очень познавательным Потому что не просто даже фотографии, а фотографии документов, которые мы там приводим, да Тот же аттестат зрелости, он целую историю породил, да То есть не породил, а он был с историей этот снимок И так можно вот действительно каждую фотографию рассматривать Кто на ней, какое мероприятие, как это происходило, что было в это время в стране То есть вот как мы любим рассматривать семейные альбомы Точно так же вот и эта книга, альбом, я думаю, будет поводом для разговоров в семье И еще что важно, вот, но эта мысль у меня, конечно, всегда была Что я хочу, чтобы это дети мои оставили для моих же внуков, да Потому что папа, правда, вот вся его жизнь, ну, как интереснее любой книги В ней столько событий, которые, ну, не каждый в жизни там, за несколько жизней даже может, наверное, испытать И вот как сегодня Александр Николаевич сказал Человек, я думаю, что его мнению стоит доверять Человеку, который в спорте достиг очень больших олимпийских высот, да Он сказал, что должен быть образец для молодых ребят Что можно быть вот таким Да, вот сейчас вроде как есть все условия для того, чтобы жить и развиваться Но у молодых ребят вот иногда даже интереса не бывает, да, вот к жизни А показать, что действительно, даже при, когда у тебя мало возможностей Использовать любую возможность, можно добиться вот любых высот Неотъемлемой частью деятельность Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Является научно-исследовательская клиника Структурное подразделение для интеграции и трансляции научных достижений в медицинскую практику Целью повышения качества оказания медицинской помощи населению Республики Саха-Якутия Выполнение государственного задания и реализации научных программ В сентябре 2021 года директор ЯНЦ КМП, доктор медицинских наук Анна Николаевна Романова За значительные заслуги в сфере научной деятельности награждена медалью Министерства науки и высшего образования Российской Федерации За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития Наш Якутский научный центр комплексных медицинских проблем за 20 лет своего развития Показал высокие научные результаты Это высокие наукометрические показатели Подготовка высококвалифицированных научных медицинских кадров Республики Издание якутского медицинского журнала, вошедшего в перечень ВАГ И международную базу цитирования Web of Science Активное участие в научных экспедициях и организационных мероприятиях А также участие сотрудниками получения международных российских и республиканских грантов В последние годы под руководством Анны Николаевны Романовой, нашего директора Увеличились показатели публикационной и патентной активности Также перевыполнение планов по госзаданию Одним из необходимых условий развития науки является проведение научных мероприятий В течение 20 лет наш центр активно освещает свои достижения в средствах массовой информации Проводит международные российские межрегиональные научно-практические конференции С участием ведущих ученых как России, так и мира Все мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с медицинскими и образовательными учреждениями нашей республики Итогом является подписание медицинского консорциума Якутии В этом году в рамках Года науки и технологий Российской Федерации Проведено множество мероприятий нашим центром Представлены экспозиции научных достижений В здании Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Выпущен буклет об учреждениях к 20-летию нашего учреждения Сотрудниками нашего центра проведены уроки патриотического воспитания Среди школьников представлен видеофильм «Вклад ученых в Великой Отечественной войне» Приуроченный 75-летию победы над фашистской Германией Проведены мероприятия в историческом парке «Россия. Моя история» Выпущен видеоролик молодых ученых «Будни ученого-медика» Видеолекция профессора Ревы Захаровича Алексеева Возможность оживления замерзших в Якутии Выставлены экспонаты исторических книг 30-40-х годов О лечении холодовой травмы Теплоизолирующая повязка для рук и ног Это профессора Рева Захаровича Алексеева Также размещена тач-панель по изучению генетической истории населения Федорова и Садана Аркадьевны В рамках Всероссийского фестиваля «Наука. Ноль плюс» Сотрудниками нашего центра проведена экскурсия По биохимическим и генетическим лабораториям Были показаны новые методы диагностики Наследственных и аутоиммунных заболеваний Среди студентов проведена лабораторная работа по выделению ДНК В рамках 12-го национального конгресса экологии и здоровья человека на Севере Наше учреждение выступило организатором четырех крупных мероприятий Это конференция «Два взгляда на нейродегенерацию позиций невролога и рентгенолога» С участием ведущих ученых Москвы и Казани Это всероссийская онлайн-конференция Медико-экологические аспекты адаптации человека и здоровья человека на Севере С участием ученых шести городов России А также нашим центром учрежден вот такой приз Статуэтка в виде руки хирурга Победителю студенческой олимпиады по хирургии Которая пройдет в феврале 2022 года Следующее наше мероприятие – это четвертое Петровские чтение Посвященное столетию видного общественного, государственного и научного деятеля Якутии Прокопия Андреевича Петрова Дальнейшее развитие нашего центра заключается в популяризации медицинской науки Привлечении молодых специалистов в науку Трансляции научных результатов, практическое здравоохранение Участие сотрудников центра в крупных научных проектах и экспедициях Направленных на сохранение и укрепление здоровья населения нашей республики Наше учреждение доказало, что за короткий 20-летний период достиг немалых результатов Имеет будущее в академической медицинской науке В целях усиления клинической базы в 2015 году приказом учредителя к центру была присоединена Больница Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Произошло слияние введенной центры фундаментальной науки и прикладной медицины Тем самым заложен фундамент для формирования и развития персонифицированной медицины С 2018 года врачи клиника активно вовлекаются в научную работу Клиника является клинической базой для интеграции научных достижений в медицинскую практику И внедрения новых методов диагностики и лечения Клиника активно развивается в ногу со временем и новыми требованиями Внедряются актуальные для республики новые виды специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи Совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия Разработаны приказы по маршрутизации больных в клинику для оказания специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи По профилям неврология и ревматология В 2020 году клиника отметила свое 40-летие проведением научно-практической конференции С межрегиональным участием роль научной клиники в системе регионального здравоохранения Уроки прошлого и взгляд в будущее Мы являемся как подразделение ФГБНУ и НЦКМП Мы одно из подразделений, имеется в виду по клинике, по здравоохранению получается Наша клиника, вот в прошлом году мы отметили 40-летие И была очень большая конференция силами наших работников, наших врачей В настоящее время у нас функционирует по структуре общеклиническое отделение Это мы работаем с прикрепленным населением Мы смотрим свое прикрепленное население У нас есть стационар и дневной стационар Диагностические, УЗИ кабинеты есть Функциональные по ЭКГ, далее у нас по функциональным кабинетам По стационару у нас подразделяется неврологическое отделение Терапевтическое отделение Она имеет профиля, терапия, ревматология, эндокринология и кардиология Дневной стационар тоже есть по профилям Кардиология, эндокринология, терапия у нас И ревматология, еще повторюсь, неврология там по профилям делится Мы основную работу проводим по приказу Минздрава Республики Сахаяхи в Якутии У нас есть три основных приказа, по которым к нам поступают больные И у нас же проходит лечение По этим приказам, например, по ревматологии у нас большой приказ есть По этому приказу мы обслуживаем центральные районы нашей республики Как Нейрингерея, Авдан, Ленск, Мирный, Вилюйская группа районов мы обслуживаем У нас основное финансирование с этого года, уже с 1 января, финансируется федеральным фондом И получается, что мы, помогая населению республики, разгружаем территориальный фонд по финансовой стороне По записи, по плану и по маршрутизации поступает очень много людей Сейчас у нас вперед уже, буквально даже на месяц вперед у нас запись идет по больным В ревматологии мы занимаемся геноинженерной лечением Биологические препараты мы используем и инициацию делаем Вот больной поступает, мы подбираем лекарства, которые идут именно к этому больному И поэтому и назначаем курс даже на течение нескольких лет до улучшения Эффект есть, люди к нам поступают, ну, запущенные и так далее, имеется в виду И уходят, можно сказать, на своих ногах Вот и результат есть И вот задания по ревматологии у нас достаточны для республики По неврологии тоже мы работаем по приказам и здраво И также у нас распределены по районам Еще в этом году мы открыли кабинет геноинженерной ГИБД, где проводить дневном сценарии Мы должны наукой заниматься, мы взаимосвязаны И наши сотрудники, наши же врачи, они же есть наши научные сотрудники И наши будут основного янца КМП Проводят наблюдения, как можно еще дальше улучшить лечение и так далее Чем бы еще помочь И так далее вот на своих наблюдениях выходят на новые ступени Мы взаимосвязаны Пользуюсь моментом, хотел бы поздравить всех моих коллег Не только нашей медицинской организации Но и всех коллег, кто сейчас работает в медицине Нас, кто окружает, кто нас поддерживает Мисс Булгахтеров, водителей Что вот такое очень серьезное, тяжелое время Вы с нами И хочется поздравить вас с Новым годом Пожелать всего наилучшего И главное здоровья И благополучия родным и близким Мисс Булгахтеров, водителей Наш отдел молекулярной генетики Также уже работает 20 лет В составе Якутского научного центра комплексом медицинских проблем За это время в нашем отделе были подготовлены Очень много высококвалифицированных специалистов По молекулярной генетике и медицинской генетике Конечно, они были подготовлены под руководством Известных ученых, академиков Уфимского научного центра Хоснудинова Ельзы Камилевны И академика Пузырева Валерия Павловича Томского научного центра Наши сотрудники впервые в Якутии Внедрили методы Современные методы ДНК-диагностики Наследственных моногенных заболеваний В медицинскую практику Это такие заболевания, как Спиноцереблярная атаксия первого типа Метаническая дистрофия Гемофилия А Болезнь Шарко-Маритус И миодистрофия Дюшена-Бекера Кроме того, нашими специалистами Впервые в мире были описаны Редкие наследственные заболевания И синдромы Такие как 3М-синдром Соф-синдром Супатрофии зрительного нерва Аутосумно-рецессивная глухота первого типа И врожденная катаракта Все эти перечисленные заболевания Были получены патенты На открытие изобретения И их результаты Научных исследований Были опубликованы В очень высокорейтинговых Зарубежных журналах Таким образом Наш отдел занимается Клинико-эпидемиологическими Молекулярно-генетическими Исследованиями Распространенных Наследственных заболеваний И мультифакториальных заболеваний Которые присущи нашей популяции И пришлому населению Якутии Кроме того В нашем отделе существует Так называемая Биоресурсная коллекция Это коллекция ДНК Банк ДНК Она существует с 2017 года И в ней собрано уже Более 3,5 тысяч образцов Уникального материала Коренного И пришлого населения Нашей республики Это вообще уникальный материал И он пополняется В результате Наших экспедиционных работ А также Когда больные люди Обращаются к нам Мы уберем у них С их согласия Естественно Мы берем Пробы ДНК Кроме того В 2006 году В первые в Якутии По инициативе сотрудника Нашего отдела Был организован Первый в республике Комитет по биомедицинской этике При Янце КМП И задачами этого комитета Является Этическая экспертиза Всех научно-исследовательских работ Которые поступают В высшую администрационную комиссию То есть они Проверяются на этичность Работ И уже более 300 Вот этих вот Наших соискателей Будущих кандидатов наук Они все прошли Через этическую комиссию Нашего центра И такие этические комиссии Были созданы Также и в мединституте Позже И в институте Туберкулеза Кроме того Значит у нас Мы занимаемся Разработкой новых технологий В медицине Это значит Во-первых Изучение Мультифакториальной патологии У нас были получены Впервые Результаты Для детей С хроническими Ювенильными артритами Кроме того Значит Мы разработали Способ ДНК-диагностики Сахарного диабета Первого типа Способ ДНК-диагностики Значит Несиндромальной Наследственной Глухоты Аутосомно-рецессивной И тоже был получен Патент И также были Разработаны Предрасположенность К жировой болезни печени Вот Ну вы сами видите Да что Это вот эти заболевания Да Мультифакториальные То есть Зависящие от многих Факторов Генетических Средовых Прежде всего Факторов Это заболевания Социально значимые Такие как Сахарный диабет Или неалкогольная Жировая болезнь печени И винильные артриты Также Да Это очень актуальные Такие вот заболевания Которые приводят К инвалидности Обычно Вот Профилактикой И разработкой И технологией Их значит Предупреждение С помощью ДНК-методов Уже возможно У нас В нашем центре У нас В Янце КМП Формируется Молодая Научная школа Которую Возглавляет Барашков Николай Алексеевич Кандидат Биологических Наук Молодой Ученый Он является Руководителем Уже Многих Защищенных Которые Ну то есть Он уже Руководит Ими Так как Настоящий Полноценный Руководитель И Много людей Уже Защитилось У него То есть Это настоящая Ученая школа И вот Недавно Он был награжден Министерством Образования Медалью Третьей степени За Добросовестную Работу И отличие Так называлась Эта медаль В нашем отделе На данный момент Работает Один доктор Биологических Наук Шесть Кандидатов Медицинских И биологических Наук И молодые Соискатели Пять человек Вот такой состав Нашего отдела На данный момент Отрадно То что Все Молодые Сотрудники Печатаются В высокорейтинговых Зарубежных Журналах СКУ-1 СКУ-2 Вот Например Ника Норова Алена Она Публиковала Недавно Свою статью В журнале КУ-2 Это Ну Такой Очень Высокорейтинговый Журнал Вот И Наша коллекция БРК Пополнилась Недавно Тоже Например Пробами Пришлого Населения Русского Да Вот Наш Сотрудник Молодая Диаконова Александра Съездила В экспедицию И набрала Материал В поселке Косылсыр Лейского Улуса Вот В общем Так у нас Активно Набирается Материал Для работы И все Это исследуется На уровне Генов На уровне ДНК В 2001 Году Молодыми Научными Сотрудниками Вновь Созданного Якутского Научного Центра Комплексных Медицинских Проблем Сарданой Кононовной Кононовой Сарданой Аркадиевной Федоровой И Оксаной Гаврилевной Сидоровой Впервые В Якутии Было Внедрено ДНК Перинатальное Тестирование Распространенного Нервно-мышечного Наследственного Заболевания В Якутии Спинно-церебральной Атаксии И тогда Появилась Первая Мысль О том Что Можно было бы Создать И пациентское Общество Чтобы облегчить Жизнь Больным Со спинно-церебральной Атаксией И в январе 2020 года Мы зарегистрировали Нашу Региональную Общественную Организацию Ассоциация Пациентов Со спинно-церебреллярной Атаксией Первого Типа И другими Нейродегенеративными Заболеваниями Республики Саха Якутия Актив Ассоциации Состоящий В основном Из научных Сотрудников Якутского Научного Центра Комплекс Медицинских Проблем Начал Активно Участвовать В грантовой Программе Как по Российской Федерации Так и По Республике Саха Якутия Итак В январе 2020 года Мы были Объявлены Победителями Фонда Президентских Грантов По грантовой Программе Осуществили Экспедицию В Абыйский Улуз Посетили Отдаленные Арктические Наслега Абыйского Улуса Такие как Сыганнах Сутароха Село Абы И поселок Белая гора Было Осмотрено 321 Пациент Прочитано 9 профилактических Лекций И Проведена Методическая Помощь Врачам И Среднему Медицинскому Персоналу Центральной Районной Больницы Белая гора И Фельдшерско-акушерских Пунктов И Врачебных Амбулаторий По этой Грантовой Программе Мы далее Планируем Провести Вебинар Для пациентов Со спиноцеребрярной Атаксией И Провести Круглый Стол И Следующий Наш Грант В Августе 2021 Года Нас Объявили Победителями Гранта Главы Республики Саха-Якутия По этой Грантовой Программе Мы планируем Закупать Сложную Технику Специализированную Для Нашего Отделения Неврологии Центра Нейродегенеративных Заболеваний Который Недавно Открылся При клинике Янце КМП Так как Отделение Неврологии Является Нашим Партнером И Содействует Поддерживающей Терапии Наших Пациентов Со спиноцеребрярной Атаксией Не только По всей Республике Саха-Якутия Но и Других Регионов Российской Федерации По данной Грантовой Программе Также Планируется Вывест Один из Отдаленных Арктических Улусов С научной Экспедицией В дальнейшем Мы планируем Расширить Нашу Работу Общественной Организации И хотим Создать Небольшие Сообщества Пациентов С болезнью Паркинсона С болезнью Альцгеймера И другими Нейродегенеративными Заболеваниями Распространенными В нашей Республике На самом деле Конечно В последние Десятилетия Считается, что Идет Тихая Эпидемия Нейродегенеративных Заболеваний То есть увеличится Количество Пациентов С болезнью Паркинсона Знаем, что В Якутии Частота Это 52 Человека На 100 Тысяч Населения Это даже Больше, чем Больных Со спиноцеребулярной Атоксией Первого типа Болезни Альцгеймера Стало Очень много И других Нейродегенеративных Заболеваний Ну и считается, что Нейродегенеративные Заболевания Они увеличиваются И по Ряду причин Во-первых Это Урбанизация Наша Особенность Последнего Последние Особенности Нашего питания Последние 20-30 лет Плюс, конечно же И стрессовые Условия Повышенные И гиподинамия Конечно же Считается, что Важным Базисным Моментом Является Это образ жизни Нашего населения Так называемый Модус Вивенди Так как Учитывается, что Именно вот этот Образ жизни Привел данного Пациента К данному Диагнозу Если же он Не изменит Своего образа Жизни Модус Вивенди То Никакие Лекарственные Препараты Никакие Мощные Новые Исследования Научные Изыскания Не помогут Им избавиться От этого Заболевания Поэтому Это работа Так же Самого Пациента Рука Об руку Он должен Бороться За свое здоровье Вместе с учеными И с докторами Наш коллектив Достаточно Молодой Имеется Конечно же Достаточно Маститые Ученые Которые Работают С самого Момента Основания Нашего Якутского Научного Центра Но Отрадно Что в последнее Время Стало Много Молодых Ученых Которые Активно Печатаются И Делают Научные Открытия И Печатаются В международных Журналах Я хочу Пожелать Нашему Коллективу Чтобы Мы Двигались Неукоснительно Только Вперед Мы Должны Работать Наравне С Другими Лечебными Учреждениями Передавать Им Сразу Плоды Своих Трудов Чтобы Внедрялись Непосредственно В практическую Медицину В ноябре 2018 Года Якутским Научным Центром Комплексных Медицинских Проблем Создан Центр Нейродегенеративных Заболеваний Который Является Единственным Специализированным Центром Данного Направления Не только В Республике Саха-Якутия Но и в целом По Дальневосточному Федеральному Округу Создание Центра Нейродегенеративных Заболеваний Четко Обосновано Его Научно-практической Актуальностью В связи с Широким Распространением Нейродегенеративных Заболеваний В Республике Саха-Якутия И отсутствием В Республике Специализированного Восстановительного Лечения Пациентов С нейродегенеративной Патологии Наша основная Работа Заключается В том Чтобы Вот этих Выявленных Больных С нейродегенеративными Заболеваниями Значит Сделать Доступной Их госпитализацию В наше отделение Неврологическое При поступлении Мы уже проводим Исследования Электронейромиографии Электроэнцефалографии МРТ головного мозга КТ головного мозга Вот Ну и есть еще другие У нас Такие Иммунологические Исследования Которые мы делаем Ну вот Которые Требуют Вот Такого Специализированного Подхода В лечении И в обследовании Таких больных В феврале 2019 года Вышел приказ Минздрава Омошутизации Больных С нейродегенеративной Патологией В нашу клинику Да В наше Неврологическое Отделение Открыв Вот такой Центр И это Отделение Значит Есть возможность Оказывать Исследовать их Уточнить Распространенность Да Насколько Этих больных Много У нас Вот В том числе Больные С льюисским Эцефалитом Да Которые Вообще Сколько Их Осталось У нас Есть Они Сейчас Это Заболевание Тоже Ну как Такое Ну такое Заболевание Которое Характерно Только Для Якутии Вот Ну вот Такими Вот сложными Диагнозами Заболеваниями И пациентами С такими Диагнозами Мы Вот Занимаемся Когда мы Обнаруживаем Ну вот Точные доказательства Того или иного Заболевания Мы обнаружим Что есть Некоторые отличия Например Какие-то Особенности В течении Вот Это Очень интересно Например Да И Вот И мы Ну стараемся Вот эти случаи Как бы фиксировать У себя Чтобы Это Они представляют Ведь не только Научный интерес А вообще Это же Интересно Для практических Врачей Чтобы они Будучи Вот Где-то Работая Там В глубинке Да Ну даже Не в глубинке А здесь Вот у нас Чтобы они Вот такие Больные Если увидят Чтобы они Знали Что На что Обратить Внимание Что Заподозрить Можно У этого Больного Чтобы поставить Ему Правильный Диагноз Вот И поэтому Мы С такими Вот Клиническими Случаями Мы всегда Выступаем На разных Научных Конференциях Да Вот Недавно У нас Прошла Научно-практическая Конференция Четвертые Петровские Чтения Где у нас Наши сотрудники Они Все выступали Со своими Клиническими Случами Они были Все особенные Наши врачи Вот вообще Неврологи Да Они Отличаются тем Что у них Есть такой Подход Они работают Как психологи Вот Потому что У нас Наши заболевания Вообще Очень такие Тяжелые Серьезные Вот И поэтому Когда Вселить надежду В человека Знать Веру В то Что Это Заболевание Излечимо Или что Его можно Как-то Стабилизировать Замедлить И что Будет найдено Какое-то Лекарство Потому что Люди же Работают Весь мир Работает Над тем Как Вот С наследственной Патологией Как Как Сделать Так Чтобы Это заболевание Перестало Передаваться По наследству Вот Поэтому Или Если оно Развилось То Как Нужно Его Лечить Дальнейшее Развитие Научного Центра Заключается В популяризации Достижения Медицинской Науки В республике Привлечении Молодых Специалистов В науку Позицировании В мировое Научное И медицинское Сообщество На основе Расширения Международных Связей Трансляции Научных Результатов В практическое Здравоохранение Участие Сотрудников Центра В реализации Национальных Проектов Всех Крупных Научных Программ Направленных На сохранение И укрепление Здоровья Населения Республики Расширения 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 Противопаркинсона Противопаркинсон Расширения Изменения Есть При приеме Препаратов Изменения Мышления Памяти В лучшую Сторону И вот эти Механизмы Стали для меня Интереснее Поэтому И была Выбрана Данная Тема Я занимаюсь Деменциями Именно Неродегенеративного Характера В республике Саха-Якутия У нас Сейчас Очень Так Часто Поступают Больные С деменциями Которые Именно Непонятно Какого Генеза Бывает Очень Много Деменций Сейчас Стало Вы Наверное Знаете Болезнь Альцгеймера Да Очень Часто Стали Поступать Именно С таким Диагнозом Начали Устанавливать Пожаловам Объективно Смотрим Нейровизуализацию Смотрим МРТ Головного Мозга Где В каких Областях Уменьшение По простому Языку Атрофии Начинаются В каких Областях И вот По симптоматике Тоже Различаются Некоторые С галлюцинациями Поступают Психотическими Поведенческими Нарушениями В неврологическом Статусе Тоже Видно И вот Начинаем Тоже Различать Какой Деменции Относится Именно Данное Заболевание Вот Именно Нейродегенеративного Генеза Вот Есть болезнь Альцгеймера Лобно-височная Деменция Деменция С цельцами Леви Прогрессирующая Надядерный Паралич Так Стали Впервые Республики Саха-Якутия Будем Вести Регистр Отрадно Что у нас Открылся Научный Центр Нейродегенеративного Заболевания И я Работаю В отделении И Как же Не заниматься Научной Работой Да Очень интересно Я Очень много Опыта Набралась Благодарю Своих Научных Руководителей Консультантов Сейчас я Занимаюсь Аутосомно-доминантными Спиноцереблярными Атаксиями Является Наша Республика Кластером Накопления Наследственного Заболевания Нервной Системы Это Спиноцереблярная Атаксия Первого Типа Когда В мире Аутосомно-доминантные Атаксии Занимают Один Два Случа На сто Тысяч Населения То У нас В республике Среди Якутской Популяции 46 случаев На сто Тысяч Населения Поэтому Изучение Этой тематики Очень востребовано В нашей Республике К нам В клинику Поступают Такие Пациенты Два раза В год И Думаю Конечно Сейчас Еще не Придумано Симптоматическое Лечение Этого Заболевания Оно Как бы Наследственное Происходит Мутация В гене И Мы Им Помогаем Назначая Симптоматическое Лечение Они Проходят Здесь Лечебную Физкультуру Массаж Физиолечение И Курсы Симптоматической Терапии Но Оно Является Поздним Анифтирующим Заболеванием Да Считалось Что Это Заболевание Проявляется Только После 40 лет Но Как мы Наблюдаем Последнее Время Это Заболевание Молодеет То есть Происходит Как бы Антиципация Экспансии Тренуклеотидных Повторов То есть С каждым Поколением Оно Может Встречаться Чуть Раньше Это Аутосомно Доминантное Заболевание Передается Из поколения В поколение Но Ими Занимаются Медико-генческой Консультацией Проводят ДНК Диагностика Там Они Стоят На учете И На сегодняшний день Есть Какая Профилактика Это Прохождение Приментальной Диагностики То есть Семья С отягощенной Семьи Знает Что у них Есть такая Патология В семье Нужно Обращаться Конечно К врачам Медико-генетическую Консультацию В медцентре Да И Также Такие Больные Проходят Лечение В нашем Центре Я училась В Республиканском Колледже Являюсь Выпускницей Химико-биологического Класса Первый выпуск Поэтому Мы со школы Занимались Научной деятельностью Ездили В экспедиции Да Делали работу Выступали На конференции Шаг в будущее У меня интерес к науке Был со школьной скамьи И когда Появилась возможность Работать В Якутском научном центре Я сразу согласилась Потому что Мне было очень интересно Делать Все самой Консультируешь больного Затем Я проводила Тоже ДНК Диагностику Ставила На ПЦР Диагностику Да То есть Такое Наблюдение Да И когда ты читаешь Много Зарубежной Литературы Да Все равно Для научной Деятельности Мы Ознакамливаемся Регулярно С Литературным Обзором Да По этому Заболеванию Что-то новое Что-то Хотелось Ну вот Помощи Чтобы пациентам Была Более высоко Квалифицированной И в нашем центре Это Получается Благодаря тому Что мы все Совмещаем Работу практического Врача И научной Деятельности В этом нам Помогают Наши научные Консультанты Татьяна Кимовна Давыдова Татьяна Егоровна Попова Алексей Алексеевич Топахов Ну вот Всегда Есть помощь Наших Научных Консультантов В рамках Научной деятельности У нас Ведется база Пациентов С нейрогенрективными Заболеваниями Я занимаюсь Базой Атаксии Куда Входят Не только Спиносреблярный Атаксия Первого Типа Но и другие Виды Атаксии Такие как Атаксия Фредрейха Спиносреблярный Первого Типа 17 Типа В нашу Базу Входят Пациенты Которые Прошли Стационарное Лечение В нашей Клинике В нашу Клинику Поступают Пациенты Неоднократно То есть Им Нравится Проходить Лечение У нас Более Более Комплексное Мы Стараемся Уделять Им Внимание Поддержать Даже Психологически То что Они Могут Получить Тут Ответы На свои Вопросы Волнующиеся Какую-то Поддержку Не только С помощью Лекарства Но Поддержать Словом Что Такая Научная Деятельность Во всем Мире Ведется Для изучения Вот Их Заболевания Это Думаю Что Приносит Пользу Не только Нам Врачам Клинице Станда Но и Пациентам Моя тема Научная Вообще Заключается По исследованию Мышечных Дистоний У меня Пациенты Очень Интересные Каждый По-своему Уникален У каждого Симптоматика По-своему Проявляется Поэтому Для меня Особая Мотивация Совмещать Практику И науку Являются Мои пациенты Ботулинотерапия Это Ботулинотерапия Ботулотоксина Ботулотоксин Это нейротоксин Белковой Природы И В определенных Количествах С правильным Подбором Она Расслабляет Мышечную Мускулатуру Тем самым Мы Расслабляем Неритмичные Подергивания И Восстанавливаем Двигательную Активность Пациента Мне интересно Заниматься Наукой В частности Мышечными Дистониями Потому как Мышечные Дистонии Они очень Визуально Заметные То есть Вы сразу Увидите Больного С мышечной Дистонией Оказывая ему Лечение То есть Делая Ботулинотерапию Мы Уже На пятый День На седьмой День Уже Видим Результат И Это Очень Показательно И Как для Пациента Так и Для врача То есть Пациент Тоже сам Замечает Насколько У него Уменьшились Подергивания Уменьшился Спазм Болевой Синдром Уменьшился Пациент Может начать Лучше Глотать Разговаривать Лучше Двигаться Лучше Мы тем самым Улучшаем Качество Жизни Пациента За 20 лет Наш научный Центр Он Развивается Ведет Исследования В области Арктической Медицины Мы преодолеваем Все трудности Наш коллектив Единомышленников Движется Вперед В ногу Со временем У нас Очень много Планов Новых Идей И мы Верим В то Что Наш Центр Ждет Светлое Великое Будущее Нас ждут Новые Победы Новые Высоты Новые Свершения Научный Центр За столь Короткий 20-летний Период Достиг Значимых Результатов Медицинской Науки Практики Активно Развивается Преодолевая Все трудности Научный Центр Уверенно Идет Вперед У сполоченного Коллектива Одиномышленников Много Планов Новых Идей Желаем Вам Новых Профессиональных Успехов Воплощения В жизнь Всего Задуманного Крепкого Здоровья Оптимизма Счастья И благополучия Вам И вашим Близким Продолжение следует